Торжественная церемония в честь начала учебного года в Академии в Син-Россию традиционно прошла на плацу училища. Здесь старшекурсников приветствовали представители областной и городской власти, работники региональных силовых ведомств, ветераны и, разумеется, руководители учебного заведения. Товарищ генерал-майор, личный состав Академии по случаю празднования Дня знаний по строю, заместитель начальника Академии подполковник Паналик. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал-майор! Вольно! Желаю всем достижения новых профессиональных высот, реализации всех отмеченных планов, отличной учебы, настойчивости и достижения самых смелых целей. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. В добрый путь в новый учебный год. По словам начальника Академии Александра Крымова, обучаться в стенах вуза будут более восьми сотен курсантов, студентов и слушателей по десяти специальностям и направлениям подготовки. Сегодня же на плацу Академии ФСИН России студентам предпоследнего пятого курса присвоили первые офицерские звания – младший лейтенант внутренней службы. 271 курсант получил погоны. Долго к этому шли, было много трудностей, ничего, все справились, получили. Кто-то не справился и ушел, кто-то справился, кто-то служился. Сейчас в дальнейшем нужно, конечно, закончить Академию, а дальше по контракту на распределение. Дальше, так как служба пойдет, надеемся, все хорошего у всех служится, все служат генералов. Ну, а дальше видно будет, да, поколение будем растеть. На сегодняшней торжественной церемонии, посвященной началу учебного года, возродилась традиция фотографирования отличников учебы на фоне знамени Академии ФСИН. Такой чести удостоились четверо курсантов. Впрочем, появилась в вузе и новая традиция. Впервые на плацу раздался звонок колокольчика, возвещающий начало учебного года. Далее перед строем и трибуной почетных гостей выступили курсанты из взвода почетного караула. Они продемонстрировали свое умение жонглировать карабинами. А завершал торжественную церемонию коллектив барабанч из Академии, которые регулярно выступают на городских праздниках. Зачек славный и умный, и если надо, вперед пойдем, честь и славу обретем. Примечательно, что в нынешнем году исполняются сразу три важных юбилея. 70-летие победы в Великой Отечественной войне, 920-летие Рязани и 80-летие с момента создания Академии ФСИН. Я говорил в майские праздники, наверное, весь этот год, мы им говорим, что ветераны совершили подвиг не только в войне, они совершили подвиг по восстановлению страны, подвиг по воспитанию, нашему воспитанию, воспитанию будущих поколений. И сегодня ветераны, которые с нами в строю, это тоже подвиг, что они сегодня живы и помогают нам воспитывать наших ребят. По завершению торжественной церемонии, новоиспеченные офицеры внутренней службы прошли торжественным маршем по плацу родного вуза.